Вот такая картина. Едет фура в облаке пыли. Немного ветер сегодня прогоняет эту пыль, но люди в основном живут в пыли. В видимости ноль. Я вам скажу, если ехать вот так за фурой, в видимости абсолютный ноль. Это шлак. Результат вашей работы по посыпке дорог шлаком, блять, пылище неимоверное. Глыбы валяются, по кузову все летит, охуеть. Говорит, шлаком засыпали дороги, ебаные кони. Друзья, показываю вам на видео улица Шмидта. Вот смотрите, это одна остановка. Это едет фура. Вот это вот шлак 300 тонн, который засыпали после того, как автобус шахта управления Покровская провалился в яму, вот где-то в этом районе. Команда Требушкина решила исправить ситуацию. То есть взяли просто, засыпали доменным шлаком, высыпали 300 тонн и разровняли. Водители вынуждены объезжать этот шлак, эти ямы. Пешеходы и водители, другие водители вынуждены дышать этой пылью. Пассажирские автобусы, которые едут следом за большегрузными автомобилями, едут с открытыми окнами, полные автобусы вот этой пыли шлаковой. Ну вот такая история, друзья. Если кто-то говорит, что если засыпем 60 улиц Покровска шлаком, это будет классно. Ну вот смотрите, какая пыль стоит автомобилей. И вот здесь находится остановка. Это улица Шмидта, район путепровода на Мирноград, который в народе называют Димитровский мост. Ну вот практически ничего не видно. Если ехать за фурой, пыль стоит столбом. Вот такая история, друзья. Вот она, друзья, улица Шмидта. Впереди едет фура, пылит. Сзади едет автобус пассажирский, ловит. Вот такая у нас улица шоссейная. Вот такая пылевая завеса у людей, которые живут здесь ежедневно. Это ежедневно. Пылает, что же не летят в подъезде. Сзади едет. Пылает сегодня, пока не забыл. Самый альбомiste вне «hr-1». Ужнал часа без четверти 3 и с 5 фонари, с 5 фонари, с 5 окном в квартире номер 7. А где же ты-то долго была? traits. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...